Добрый вечер, новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая и коротко о главных темах выпуска. Обвал цен на АЗС. Влияние цен на эти энергоэсурсы, конечно, очень сильно влияет на ценное образование дальнейших продуктов. Это в том числе и продукты питания, и все остальное. Топливо подешевело второй раз за неделю. Да здравствует хлор. В общественном транспорте и учебных заведениях принимаются усиленные меры по предотвращению вирусных заболеваний. Берег правый, берег левый, а граждане равны. Мы все граждане Республики Молдова. Президент рассказал, почему у левого берега Днестра нет будущего без правого. Хорошие новости для автовладельцев. Несколько АЗС снизили стоимость топлива. Игорь Дадон решение операторов приветствовал. На своей странице в Facebook глава государства отметил, что это стало возможным, в том числе благодаря утверждению механизма мониторинга цен и эффективной коммуникации с импортерами нефтепродуктов. Бензин подешевел в среднем на 30 банов. Таким образом, цена за литр бензина 95 сегодня варьирует от 18,42 до 18,77. Литр дистоплива стоит от 16,24 до 16,70. Жиженый газ также подешевел на некоторых АЗС на 30,40 банов. Цена на него варьирует от 10,45 до 10,55. Это вторая волна падения цен на топливо в последнее время. Неделю назад цены на нефтепродукты упали в среднем на 20-25 банов. Глава государства в социальной сети заявил, неправильно, что цена на нефть в мире снижается, а у нас растет. Игорь Дадон отметил, что это первый положительный эффект, который ощутили граждане страны после того, как он обратился к госучреждениям с просьбой следить за тем, как формируются цены и вмешиваться в случае необходимости. Глава государства гарантирует, что инициативы в этом направлении будут продолжены, чтобы люди больше не платили необоснованные суммы. Автовладельцы обрадовались падению цен на топливо и надеются, что эта тенденция сохранится. Такие стратегические продукты, как дистопливо и бензин, конечно, это должно быть регулировано на уровне государства. Потому что влияние цен на эти энергоресурсы, конечно, очень сильно влияет на цены образования дальнейших продуктов. Это в том числе и продукты питания и все остальное. Конечно, это важно, когда есть регулятор, который конкретно монетаризирует цены и позволяет адекватные цены, которые соответствуют, скажем так, рыночным ценам на сегодняшний день. Идея хорошая, и хорошая. Нужно, если возможно, с моей меньшей резю. Сказание претензирует? Мы, как корректно, не претензирует. Если не претензирует, я даже разом смотрю, что мой алимент есть, я увидел результат. Очень хорошо. Не стабилизирует претензирует, как мы платим. Есть претензирует. Напомним, в середине января импортеры нефтепродуктов увеличили цены на бензин и дистопливо почти на 70 банов, а на сжиженный газ – более чем на один лей. После объявленного повышения несколько депутатов заявили, что рост цен на топливо – это не что иное, как злоупотребление, и на рынке, вероятно, существует картельный сговор, так как именно в этот период цены на нефть на мировых рынках снизились. Эта тема попала в поле зрения правительства. Не так давно премьер Ион Кику заявил, что власти намерены вновь изменить методологию расчета цен на топливо в нашей стране. В частности, предполагается, что максимальные цены на горючее снова будут устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике. За кражу миллиарда народ не будет платить из своего кармана, пообещал Игорь Дадон. В новом выпуске онлайн-платформы «Президент отвечает». Он сообщил, что через несколько недель официально представит механизм компенсации, благодаря которому извлечённые из банковской системы суммы можно будет компенсировать без последствий для граждан. Игорь Дадон пояснил, парламент должен будет одобрить законопроект, благодаря которому долг в 20 миллиардов сократится примерно на 7 миллиардов. По словам президента, сейчас правительство вплотную занимается разработкой механизма, благодаря которому время долго полностью можно будет снять с граждан. Буквально через несколько недель, сразу после того, как вопрос обсудят с международными партнёрами, в том числе с представителями Международного валютного фонда, «Президент представит эту инициативу». И всё это не отменяет того факта, что украденные суммы должны вернуться в страну, подчеркнул Игорь Дадон. А те, кто привёл к краху три банка, должны за это ответить по всей строгости. А скандали в банковском секторе стало известно в 2014 году. Масштабные суммы выводились через Банк Диэкономии, которым напрямую руководил беглый олигарх Иландшор, и через Банка Сочиала и Унибанк, которые он же контролировал. В ноябре 2014 и марте 2015 правительство Лянко и Габурича, в которые входила и нынешняя глава ПДС Майя Санду, проголосовали за предоставление госгарантий, на основании которых Национальный банк выдал этим трем проблемным финучреждениям срочный займ в 14 миллиардов лев, чтобы предотвратить крах банковской системы. Все три банка пришлось ликвидировать. Осенью 2016-го по так называемому закону о миллиарде выданные Нацбанком суммы перешли в разряд госдолга. Закон не прошёл через парламент. Под свою ответственность его одобрил Кабмин Павла Филиппа. Реальные планы нереальной отрасли. Я считаю, что мы должны ставить задачу в течение ближайших пяти лет увеличить количество сотрудников нашей отрасли до 100 тысяч. Представители IT-сферы рассказали главе Кабмина, что им нужно для того, чтобы в разы ускорить рост отрасли. О больших перспективах и малых затратах расскажем в нашем выпуске через несколько минут. Из-за того, что Молдова с двух сторон зажата между регионами, где объявлена эпидемия в связи с сезонными заболеваниями, власти распорядились принимать повышенные меры санитарной безопасности. К примеру, в больницах, общественном транспорте и тем более в школах. Мокрая уборка на каждой перемене, классы проветриваются, а после занятий дезинфицируется всё, к чему только могут прикоснуться руки детей. В лице села Рызена и Лавенского района циркуляр Минздрава о мерах по предотвращению распространения вирусных заболеваний любой сотрудник знает, как отче наш. Утром учеников встречает медсестра, быстрый рейд по классам, и намётанный глаз тут же выявляет детей, чьё состояние оставляет желать лучшего. За соблюдением графика уборки лично следит руководство. Не страдуим să respectăm un регим термик normal, в первую очередь. В первую очередь, не страдуим permanent să айсим кабинет, салилы де класса, в феякаре димунеаце се фаха айсири, респектив, на феякаре пауза. Де ките заори пези се дезинфектеаза супрафетили. Респектив, ли борбим копиилу деспре респекта рейд гиенеи персонал. Ануме, в периода aceasta, авиамо creштение considerабилы абсентеизму, ануме, пи ка с де боалу. Дин 370 копии, кати и айсим, зелен, иклипся 40, 50, 60. В столичном троллейбусном парке у ответственных за чистоту покоя нет. После каждого круга машины сворачивают на базу и проходят генеральную уборку. Старая добрая хлорка и спецрастворы на готове. В этом городе никто так часто не переходит из одного троллейбуса в другой, как сотрудники парка, на чьих плечах лежит чистота салонов. В среднем раз в 15 минут. Меры не лишние и действенные. Проверено временем, говорят в троллейбусном парке. Недаром именно общественный транспорт считается одним из главных перевозчиков не только пассажиров, но и вирусов. Впрочем, в этом году пока жаловаться не приходится. В то время как в соседних странах эпидемиологический порог превышен, в Молдове, по сообщениям чиновников, всё спокойно. С начала февраля гриппом в стране заболели 307 человек. Почти 14 тысяч обратилось к врачам в связи с другими вирусами, сообщает Национальное агентство общественного здоровья. В прошлом году к этому времени число заболевших было намного выше, отмечают специалисты. Уровень заболеваемости называют средним. По сравнению с концом января число подтвержденных случаев выросло на 37%. Ученик седьмого класса Страшенского лицея в начале февраля был помещен под карантин в связи с вероятностью заражения коронавирусом. Ребенок вернулся из Китая, где он проводил каникулы. На здоровье не жалуются, но было решено, что на всякий случай следует ограничить его контакты с окружающими. В Национальном агентстве общественного здоровья уточнили, что поводов для беспокойства нет, мера профилактическая, и мальчик вернется к обычной жизни уже через две недели. Между тем, число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, где находятся двое наших соотечественников, за сутки увеличилось втрое. Сейчас болен 61 человек. Судно продолжает стоять на якоре в карантинной зоне, и к нему присоединились еще два плавучих города с больными на борту. Власти Японии не позволяют сойти на берег пассажирам круизных лайнеров. Только на борту Diamond Princess находятся почти 4000 человек. Еще 3600 провели прошлую ночь на лайнере World Dream, шедшем в гонконгский порт. Коронавирус нашли у троих пассажиров, так что и этот корабль проведет на причале минимум несколько недель. И, как сообщил японский премьер Синца Абэ, к берегам страны подошел еще один город на воде – Вестерхэм, на котором из 3000 пассажиров 20 заражены. За сутки в Китае число больных увеличилось более чем на 3000. 73 пациента умерли. Общий итог с момента вспышки эпидемии – 31,5 тысяча зараженных, 638 умерших. Среди них и офтальмолог Уханьской больницы, первым понявший, что имеет дело с незнакомым заболеванием, и сообщивший об этом. 34-летний врач скончался накануне от осложнений, вызванных коронавирусом. В Ухане построенный в рекордные сроки тысячеместный госпиталь уже переполнен, при том, что принимать больных начали с понедельника. Администрация провинции Хубей ввела ограничения на выход людей из домов. В некоторых городах в высотных зданиях отключены лифты, чтобы люди пореже покидали квартиры. По домам ходят медики, проверяют состояние жильцов. Во всем Китае запрещены массовые мероприятия, в том числе свадьбы. Врачей освободили от налогов и присудили премиальные. От НДС освобождены компании, занимающиеся доставкой продуктов населению. Между тем, коронавирус дал осложнение и на экономику Китая, в том числе ударил по крупнейшим автоконцернам, заводы которых расположены там. Предприятия закрыты вторую неделю и нет никакой гарантии, что возобновят работу на следующей неделе. Потери уже исчисляются миллиардами, а основные промзоны автопромышленности находятся как раз в Ухане. По прогнозам, в отрасли в первом квартале производство сократится на 15%. Гигантские убытки терпит индустрия туризма, власти разрабатывают меры для поддержки отрасли. Правительство Майи Санду работало против своих же производителей. Глава государства утверждает, то, что представители Кабмина во главе с лидером ПДС отозвали из парламента законопроекта внутренней торговли, который был проголосован в первом чтении. Согласно ему, не менее половины товаров на полках супермаркетов должны были быть молдавского производства. Игорь Дадон заверил, что в конце концов закон будет принят и пообещал выступить с другими инициативами по содействию местным производителям. На онлайн-платформе президент отвечает. Игорь Дадон призвал оппозиционных депутатов объяснить, почему бывший министр экономики и инфраструктуры Вадим Брандзан отозвал этот проект, который в первую очередь защищает интересы отечественных производителей. Кроме того, глава государства объявил, что вскоре будет инициирован законопроект о защите молдавских производителей в процессе госзакупок. В связи с этим глава государства призвал граждан быть более патриотичными и отдавать предпочтение молдавским товарам. Груды мусора вдоль дорог – привычная картина у многих молдавских сёл. Именно так выглядят въезды и в село Мелишен и Каларажского района. Власти населённого пункта обвиняют о безответственности местных жителей и пожимают плечами, когда дело доходит до поиска решения. Данная картина уже стала привычной для жителей этого молдавского села. Если брать гоноилу на Нимереала будет считаться национальной спорт, то, с уверенностью, между фрунтащи, срабатывать и локалитета Мелишен, в району Калараж. Локалинцы брать все дешевы, даже в интернете в саду, на маргине шосеи. Друга гоноилу на Мелишене срабатывает по дистанции до aproximатив 1 километра по обе сенсури али трасеулы. Марсила говорит, что не может пока найти средства для создания современной платформы для сбора отходов. Временный выход он предлагал призывая людей выбрасывать мусор в две ямы, где когда-то были пруды, которые находятся на большем расстоянии от населенного пункта. Мэр говорит, что единственная надежда в решении этой проблемы на инициативы руководства страны по утилизации отходов. Местные жители, в свою очередь, говорят, что готовы даже платить, лишь бы в селе собирали мусор. Местные жители, в селе собирали мусор. Инициатива центральных властей предусматривает строительство нескольких крупных складов на севере, юге и в центральной части страны, а также возведение нескольких региональных платформ, куда будут свозить мусор из населенных пунктов. Первые работы стартуют через несколько месяцев. Речь идет об обустройстве склада в Унгенском районе. По статистике, ежегодно в нашей стране собирают около трех миллионов кубометров мусора. Из них два миллиона – это отходы, которые выбрасывает население, остальное – предприятие. Есть чем гордиться. Молдова выбивается в лидеры в области информационных технологий. Наша страна уже стала лучшей на региональном рынке СНГ. Но останавливаться на достигнутом мы не намерены. Чтобы помочь в сфере IT и дальше оставаться примером для других, премьер-министр Ион Кику пообщался с представителями этой индустрии в самом продвинутом центре в нашей стране. Встреча прошла в святая святых айтишников. Они отметили, что это первый раз, когда правительство само инициировало диалог. Она произошла по инициативе правительства, а не потому, что мы просили. Это для нас очень важный момент. Это означает, что мы приоритетны для правительства. Премьер поблагодарил работников индустрии за создание хорошего имиджа нашей стране на мировом уровне. Ион Кику также отметил, что новые технологии вносят существенный вклад в развитие экономики и социальной сферы. Сегодня в этой сфере трудится порядка 15 тысяч человек в 500 компаниях. Средняя зарплата айтишника составляет примерно 30 тысяч леев. Но этого мало. Я считаю, что мы должны ставить задачу в течение ближайших пяти лет увеличить количество сотрудников нашей отрасли до 100 тысяч. Вот на сегодняшний день большинство компаний говорят, что они готовы увеличить в два раза. Сразу. Сразу, да. То есть у них есть работы на увеличение в два раза. И правительство готово откликнуться на просьбу сотрудников айти-сферы. Ежегодно в нашей стране готовят около 750 специалистов в этой области. Ещё одна проблема, которая обсуждалась в ходе встречи, актуальна для всех. К сожалению, большинство айти-специалистов, которые работают у нас в компаниях, со временем уезжают из страны. И, конечно, очень важно, чтобы Молдова это была страна, где эти молодые люди видят своё будущее и хотят остаться. В свою очередь, Ион Кико отметил, что помимо хорошей зарплаты гражданам нашей страны нужны и соответствующие условия для жизни. На сегодняшний день крупнейший центр информационных технологий находится в Кишинёве, но в планах на ближайшее будущее открыть аналогичные комплексы в Бельцах и Камрате, тем самым охватив индустрией айти всю Молдову – от севера до юга. На поворотах не занесёт, если ни на чем будет ехать. МВД готовится ужесточить наказание для лихачей и любителей ездить под шофе. У кого отнимут права, а кто останется без машины, расскажем в нашем выпуске через несколько минут. У левого берега Днестра нет будущего без правого. И жители региона, большинство из которых пользуются документами, выданными законами конституционными властями, должны это понять, заявил Игорь Дадон в рамках очередного выпуска платформы «Президент отвечает». Тем более, что работающие там предприятия пользуются теми же привилегиями, что и компании, расположенные на правом берегу, подчеркнул глава государства. «Триста тысяч жителей Приднестровья получили булетин де идентитати, то есть документ, который выдает Кишинёв официальный. Мы все граждане Республики Молдова». Экономическая интеграция уже состоялась, подчеркнул президент. Левобережные компании в полной мере пользуются всеми льготами, предоставленными Молдове внешними партнёрами. «Около 70% всего производства Приднестровья напрямую или косвенно связано с Кишинёвом. Что я имею в виду? Процентов 40% производства вашего, благодаря тем возможностям, которые Кишинёв дал и вам, вы экспортируете в Европейский Союз. А ещё 30% вашей продукции вы продаёте потребительно на правый берег Кишинёва и так далее». Президент добавил, официальный Кишинёв прилагает все силы для того, чтобы сблизить оба берега Днестра, в первую очередь решая проблемы обычных жителей. Уже в ближайшее время будет решена проблема телефонного сообщения и банковских операций. Театр движется в новом направлении. Теперь для того, чтобы произвести впечатление на зрителя, не обязательно устанавливать на сцене огромные декорации и ставить великих классиков. Некоторым актёрам для этого достаточно четырёх стульев и богатого воображения. И никаких текстов наизусть, только импровизация. В разных углах сцены стоят ведущий и музыкант. Между ними на четырёх стульях сидят актёры. Кого-то из зрителей просят выйти на сцену и рассказать историю из его жизни, заверив, что тот может доверять всему происходящему. Дослушав историю, актёры немедленно начинают её играть. В этом основной принцип театра импровизаций. Это явление появилось в Америке более 50 лет назад. Его родоначальниками стали Джонатан Фокс и Джо Сайлос. Это пара, которая была антропологами. И на одном из островов они увидели странный обряд, который очень привлёк их внимание. Это когда все жители села собираются в круг и рассказывают друг другу свои истории. И они привнесли этот обряд, ритуал в театр и получился чудо-плейбэк. На репетиции всем актёрам этого театра важно настроиться друг на друга и оставить все свои проблемы и эмоции за дверью зала. Так они лучше чувствуют друг друга, работая слаженно как единый, хорошо настроенный механизм. Немного сложнее наладить контакт со зрителем. Зритель, когда особенно не знает, что такое плейбэк, он приходит, он сначала зажатый немножко, он не знает, что его ждёт, что он увидит. Люди очень часто стесняются, очень часто рассказывают в конце концов истории. Те люди, которых в жизни могут не слышать, они не понимают, что их могут услышать. То есть они кому-то что-то говорят, а потом им говорят, да ты что, говорил нам это? Да ты ничего не говорил. И они понимают, что здесь их слышат. Если история совсем уж коротенькая и человек до конца не раскрепостился, показывают перформанс в виде живой фигуры. Форма весьма новая и необычная для нашей страны. Впрочем, оказалось, и консервативные служители мельпомены академических театров не прочь изредка потрясти основы классической подачи. Театр должен идти в ногу со временем, потому что хотим или не хотим, но жизнь сейчас настолько ускорила свои темпы, что не всегда даже люди поспевают за этим. Поэтому я скажу как руководитель, мы открыты для новых форм. Да, и вот то, что вы сказали в том числе, у нас был спектакль Ричард Третий, где актёры играли в зрительном зале, зрители сидели на сцене. Всё-таки, мне кажется, что нужно сохранять какую-то некую театрализованность, да, то есть всё-таки какое-то действие, которое начало, развитие, финал. Вот сцена – это наша чёрная коробка. Включай фантазию, делай, что хочешь. Рамок, я считаю, в наше время нет, никаких рамок. То есть ты берёшь материал, который тебе нравится, ты его трактуешь по-своему, как тебе хочется, как ты это видишь. Труппа театра импровизации на данный момент мала, однако создателям удалось организовать максимальную атмосферу сплочённости. Даже наша съёмочная команда задержалась на съёмке несколько дольше. Не заметили, как пролетело время. Репетиции проходят в открытом формате. Попробовать себя в роли актёра плейбэк-театра можно бесплатно. Гидрологи предупреждают. На озёрах и реках лёд очень тонкий. С тех пор, как похолодало, в некоторых водоёмах образовались ледяные мосты, и кое-кто не может удержаться от соблазна проверить их на прочность. А это крайне опасно. Рубаков и любителей прогуляться по берегу спасатели просят соблюдать осторожность. Но если вы всё же оказались подо льдом, самое главное – не паниковать. По мере похолодания на некоторых участках образуются ледяные мосты. С виду прочные, на деле хрупкие. Спасатели просят – на лёд не ногой. Благо, жители страны осведомлены об опасности и предполагают, что знают, как поступить, если вдруг окажешься в воде. Лечь на лёд, чтобы не уплыть под лёд. Во-первых, лучше оттуда уходить, как можно аккуратнее. Это самое важное. А если уже кто-то из своих друзей провалился, сначала спасать сам, а потом уже спасай его. На расстоянии кидаешь палку и пытаешься. Не паниковать. Да, и вызываешь сразу на помощь, всех забрёшь. Не выходить на лёд. А если оказался, вызывать на помощь, наверное. На озере, на льду, быть внимательным. Во-первых, не оказаться в тёплую погоду. И правда, на лёд лучше не выходить. Спасатели предупреждают, что в такую погоду ситуация может обернуться крайне неприятной историей. Ничего, что мы не бесплатим, что мы собираемся от лёд, от бассейна акватики, от одного в сингур. Идея будет удовлетворена в два, в три или в один группе. Этот группа, иначе, не нужно быть вместе. Дистанция между этими азерами потребует быть немного большая. Геатта может быть подниматься или подниматься на геатте, только если она выпадёт цифра 7 см. В случае, если беда всё-таки произошла, будьте бдительны. Паника мешает нам сконцентрироваться на проблеме и найти её решение. Геатта может быть подниматься на геатте. С разницей в несколько дней едва не утонули 12-летний мальчик и 18-летняя девушка. Ранее пограничная полиция успела вызволить из ледяной воды угодившего в пруд жителя Унгенского района, который провалился под лёд во время рыбалки. Сегодня в центре столицы, на пересечении улиц Александра Челбуна и Армянская, провалился в яму и опрокинулся на бок грузовик. По словам очевидцев, земля под машиной обвалилась, и колесо грузовика ушло в образовавшийся кратер. О пострадавших не сообщается. О других происшествиях в нашем кратком обзоре. Полиция задержала водителя, который сбил в Еловенах 23-летнюю женщину и сбежал с места происшествия. Правоохранители выяснили, что за рулём «Шкоды Кодяк», наехавшей на молодую маму, находилась 40-летняя жительница Чемишлии. Она задержана на 72 часа. Напомним, трагедия произошла 2 февраля у села Розена Еловенского района. Все обстоятельства аварии устанавливают. Судмедэксперты назвали причину гибели трёх молодых людей в Ханчештах, которых 17 декабря обнаружили мёртвыми в одном из домов. По данным полиции, двое 25-летних парней и 21-летняя девушка погибли в результате отравления угарным газом из-за неисправного котла. При обследовании дома было установлено, что молодые люди, на телах которых отсутствуют признаки насильственной смерти, распивали алкогольные напитки и принимали пищу. Экспертиза изъятых образцов показала, что токсичных веществ в виде и напитках не было. Напомним, один из парней недавно вернулся из-за границы, другой работал таксистом, а девушка была диспетчером в службе такси. Офицеры НЦБК и антикоррупционной прокуратуры задержали накануне сотрудника одной из частных фирм по подозрению в пассивной коррупции. Его сообщнику, работнику агентства госуслуг удалось скрыться. Он объявлен в розыск. Их подозревают в вымогательстве 200 евро в обмен на обещание ускорить процесс регистрации автомобиля. Заявитель передал деньги одному из подозреваемых. Его задержали с поличным. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Еще одного вымогателя задержали в Еловенах. Инженер Еловень Газ требовал от местного жителя 40 тысяч леев. Изначально мужчина оповестил компанию, что случайно повредил газопровод, но устранил аварию. За это чиновник сначала выписал ему 116 тысяч леев штрафа, а потом предложил уменьшить сумму до 33 тысяч в кассу и еще 40 тысяч ему в карман. Предприятие обещает оказать содействие. Следствию виновному грозит до 7 лет тюрьмы. Более жесткие санкции для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Министерство внутренних дел разрабатывает законопроект, который поможет дисциплинировать любителей быстрой езды и тех, кто позволяет себе выпить за рулем. В скором будущем за нарушение скоростного режима станут лишать прав на срок от 1 до 6 месяцев в зависимости от разницы с допустимым пределом скорости. Те, кого поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, могут и вовсе остаться без железного коня. В Нацинспекторате патрулирования предлагают разрешить инспекторам принимать решение о лишении прав на месте, не дожидаясь постановления суда, как сейчас. Если нерадивый водитель захочет вернуть свои права на вождение автомобилем, ему придется сдать заново экзамен. Жители нашей страны говорят, что предложенные меры дисциплинируют водителей. ГОВОРИТ ПОЕССКИ МВД намерен разобраться и с пьяными водителями. Им грозит конфискация машины. Водители, привыкшие к менее суровым штрафам, сдержанно относятся к новым предложениям. Соответствующий проект находится на стадии разработки, а после обсуждений будет передан правительству. Станет как новенький. В теоретическом лицее Андрея Вартик в городе Еловены во всю идет ремонт. Новую жизнь старое здание получит благодаря проекту «Реформа системы образования». Программа финансируется Всемирным банком и нацелена на улучшение условий обучения в гимназиях и лицеях Молдовы. И хотя никто шумных соседей не любит, звук дрели и строительная пыли с соседнего здания ничуть не беспокоят. И даже радуют учеников и сотрудников лицея Андрей Вартик. Построенное в 60-е годы прошлого века здание разваливалось буквально на глазах. Дети, когда прыгали на втором этаже, это чувствовалось на первом, потому что потолок он играл. Поэтому надо было, но ждался именно в таком ремонте, капитальном ремонте. Лучей Оставинский преподает здесь более 10 лет и, как никто другой, помнит, каким было здание. Женщина считает, что им несказанно повезло получить такую поддержку от государства. Ведь от плохих условий страдали не только учителя, но и дети. В рамках проекта предпочтение было отдано окружным школам, в которых обучается более 600 учеников. В лице Андрей Вартик числятся 754 человека, около 100 из которых приезжают из соседних сёл. Проверить, как идут работы в учебном заведении, сегодня приехал министр образования Корнелю Попович. От ветхого здания не останется и следа. Отремонтируют здесь два этажа, спортивный зал, классы, пол, потолок и стены. Строительные работы начались в начале декабря. А в обновлённое здание ученики смогут выйти уже в начале нового учебного года. Мы рады, что обновляется наш лицей. У нас будут хорошие условия. На время строительных работ уроки проводятся в соседнем здании. Проект реформа образования в Молдове реализуется в течение 2013-2022 годов. В этот период ремонту подлежат 23 школы нашей страны. 10 из них на данный момент уже восстановлены. Спортклуб «Динамо» отмечает 27 лет со дня основания. За это время в нём выросли в том числе и олимпийские чемпионы. Тудор Касапу, Николай Журавский – лишь некоторые из спортсменов, прославивших нашу страну на различных международных соревнованиях. Спортсмены из клуба «Динамо» всегда входили в состав молдавской сборной на Олимпийских играх. Однако никогда результаты не давались им легко. Говорят, чтобы услышать гимн страны, приходилось много трудиться и многим жертвовать. Ага «Динамо» во втором этапе, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, и теперь я надеюсь, что будет в том, что будет в Tokyo. Ты должен быть в том, чтобы ты идти, чтобы ты ходишь на очень многое, потому что спортсменный спорт в качестве потребности, потому что спортсменный спортсмен, мы уже представим этот клуб, мы уже participаем в различные соревнования спортивные в кадре Министерства Факилор-Интерне и, конечно, в нашей Арене Интернациональной, мы в Викторе с флагом нашей Румыны. Министр внутренних дел Павел Войко, в чём ведении находится спортивный клуб, поздравил присутствовавших с 27-летием со дня основания и наградил лучших спортсменов и сотрудников МВД. У меня в Астрас, сусдачей, на свой путь с рисунья и много републики Молдова, берега Молдяя. В Сент-Куаминске, в первую очередь, мы решили эту кончистину на генерации, в том, что он спирит патриотика, для индивидутора и приедения. В первую очередь, мы решили эту кончистину, мы решили эту кончистину, мы решили эту кончистину. Спортивный клуб «Динамо» был основан в феврале 1993 года. Игра, любовь и безумие – такова тема венецианского карнавала нынешнего года. Один из самых знаменитых в мире маскарадов начинается завтра и продлится 17 дней. Город на воде погрузится в незабываемую атмосферу, которую подчеркнут традиционные маски и яркие карнавальные костюмы. Интересно, что в Венеции можно найти и маски, сделанные в Молдове, в мастерской семьи Водовой из села Душмань Гладянского района. Так начинается самый обычный день не совсем обычной семьи Водовой. Много лет супруги прожили в Италии, а пять лет назад тоска по дому взяла свою. Вернулись в родное село и тут же засучили рукава. Обустроили мастерскую, в Италию изготавливают знаменитые венецианские маски, которые потом отправляют в Италию. Секрет хорошей маски, в том числе, в качественных материалах. Часть из них приходится заказывать из Италии. Материалы, мы берем их от нас. Гипсы для этого. Мы берем их от нас. Клея из нас. Точность, терпение, вкус и четкое следование технологии. Работа не из легких, но освоили ее дети супругов водовых. Италии. Италии. Я вам маска в окрин'е, ду加енером и логай в цель. Клее можно придет Lane. У coriander-женера от априног мы basicsтората с рас приложепом再來-у, отсюда стоим лагером в формул. У ethereum тонн, остываем марш-женерея с формул и заротее, нашли гер��ц п reveal. Того земля мы мы брали. Другие четыре страды, мы сходим маска. Мы сходим в клее. И вот так. Вся работа делят на троих. Жена и дочь стали незаменимыми помощницами отца семейства. В этот момент мы сходим маску в состояние, мы сходим. Мы оставим модель, и он уходит в Италию. Семнадцатидневный фестиваль в Венеции вот-вот начнется, так что в мастерской горячая пора. Чтобы успеть отправить заказ, трио в последние недели работало с 8 утра до 8 вечера. Больше всего заказов именно зимой. В этот период в среднем в Италию из села Душмэнь отправляют 600-700 масок. Готовые заготовки доведут до ума уже итальянские мастера. Виктор мечтает расширить дело и привлечь туристов. Семья, в которой никто не получал художественного образования, создала и свою собственную коллекцию масок. Эта была у нас не знаменитая мастера. Италиенеи о немеск медико де лапеска. Маска орае у нас динтроа цилище май bizarre форме. Эта измена циоку лунг, депешку ши и очи булбукаци. Дизайн-то орае с вене 17-е, мастер-численденцаме, мастер-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А вот в Молдове платить за них не готовы. В этом году венецианский карнавал начнётся 8 февраля и продлится 17 дней. И если вам повезёт принять в нём участие, обязательно присмотритесь, не сделана ли ваша маска в Молдове. Таким был этот день. Впереди выходные. Отдыхайте, набирайте сил. Мы с вами встретимся в понедельник, как обычно, в 12, 15, 18 и 21 час. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин